Две с половиной тысячи мобилизованных жителей Кировской области приехали в город Вольск и уже проходят обучение. А девять кировчан вернулись обратно домой. Почему? Об этом не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Дайвичи». Меня зовут Елена Чехомова. Здравствуйте. Некоторые кировские автобусы теперь ходят и ночью. Это сделано для того, чтобы сотрудники оборонных предприятий смогли добраться до дома. Расскажем, на каких маршрутах введен новый график работы. Более полутора миллиардов задолжали жители Кировской области за услуги ЖКХ. Какой город в лидерах по долгам? Почему люди не спешат платить за коммуналку? И как изменилась картина за год? Зададим вопросы экспертам. Производителям газировки придется не сладко. Власти предлагают облагать их акцизами, а вырученные деньги направлять на борьбу с сахарным диабетом. Как это скажется на потребителях? Разберемся. Хватило на полгода. Спорткомплекс «Вересники», открытый в апреле, снова закрыт на капитальный ремонт. Почему было принято такое решение и где теперь будут заниматься спортсмены? Шум, курение и мусор. Кировчане назвали факторы, из-за которых их больше всего раздражают соседи. А что думают о своих соседях прохожие на городских улицах? Узнаем. В Кировской области мобилизовали 2500 человек. Таков итог первого этапа частичной мобилизации. Также стало известно, когда начнется строительство тоннеля под нововятским переездом и кто будет решать проблемы с уличным освещением в городе. Об этом не только сегодня шла речь на еженедельном совещании в областном правительстве. Какие поручения дал Александр Соколов? Смотрите далее. Первые итоги частичной мобилизации стали главной темой на еженедельном совещании губернатора Кировской области Александра Соколова. За прошедшую неделю от кировчан было очень много сообщений и обращений о частичной мобилизации в регионе. Ведь в строе вставали офицеры запасы, рядовые, люди разных профессий и возрастов, чьи-то отцы, друзья, коллеги. Губернатор сообщил, на сегодняшний день формируемый полк в Ольске прибыло 2500 жителей Кировской области. Мы с ними и с их командиром поддерживаем регулярную связь, спрашиваем, что им нужно, помогаем во всем, что требуется. Также работаем с семьями, организовываем у нас телефон, доверие, еще раз напоминаю, 122 добавочное 2 для всех семей, которые хотят получить какую-то информацию или помощь. Также Александр Соколов рассказал о работе, которая ведется с теми, кого мобилизовали по ошибке. Так, из Саратовской области уже вернулись 9 кировчан. В их числе сотрудник компании-разработчика онлайн-сервисов, на которого вовремя не сделали бронь. И отец пятерых детей. На еженедельной планерке коснулись и темы отопительного сезона. В Кирове есть дома, где до сих пор батареи холодные. Ситуацию с отсутствием тепла Александр Соколов взял на личный контроль. Речь взошла и о темноте на улицах города. Посоветую всем присутствующим здесь, вы пешком по улице походите по тротуару. Без фонарика в темное время суток невозможно ходить. В 2019 году было массовое капиталовложение произведено в размере 380 миллионов рублей в обновлении освещений. После этого в городе стало темно результат этого капиталовложения. Решать проблему будут городские власти. Они подготовят комплексный проект по улучшению уличного освещения в Кирове. Обсуждали и проблемы дорожной сферы. Так, ремонт участка автодороги Вятские поляны Сосновка подрядчик не выполнил в срок. Предусмотренные за это штрафы направят на благоустройство дорог в Вятскополянском районе. Общественный транспорт Кирова теперь работает до часу ночи. Дополнительные рейсы введены для сотрудников оборонных предприятий по поручению губернатора Александра Соколова. Как сообщили в правительстве Кировской области, с октября ночью ходят троллейбусы маршрута 3К. Они следуют от завода Сельмаш до площади 20-го портсъезда. Автобусы 23К курсируют от Бехим завода до железнодорожного вокзала. Также на автобусе номер 46К можно уехать от площади 20-го портсъезда до механического завода в Нововятске. Транспорт на этих маршрутах работает до часа 15 ночи с интервалом движения в один час. Как пояснили в правительстве, это связано с усиленной работой оборонных предприятий, которые переходят на работу в три смены, пока ночные рейсы действуют в тестовом режиме. Для сотрудников предприятий обороны промышленного комплекса открываются и дежурные группы в детских садах. Как сообщили в Департаменте образования, решено сформировать 38 групп в разных учреждениях. Они будут работать до 9 вечера. Для детей организуют дополнительный легкий ужин. Власти поясняют, что мониторинг ситуации продолжается, поэтому количество дежурных групп может увеличиться. Завятку. Так называется благотворительный фонд, созданный для сбора средств для военнослужащих-срочников и для мобилизованных кировчан. Учредителями организации стали Кировские патриотические организации, Союз десантников и Боевое братство. Волонтеры собирают посылки, организуют сбор необходимых вещей и денег, где расположены пункты и в чем прежде всего нуждаются резервисты, расскажет Ольга Мартынова. Сейчас каждый может внести посильную лепту в поддержку мобилизованных. Сделать это можно здесь, на Комсомольской, 3. Пункт сбора в ДК железнодорожников работает по будням с 9 утра до 19 часов. Выходные с 10 до 12 дня. Волонтеры собирают актуальные вещи по списку от командира полка, где служат призывники от Кировской области. Познакомиться с перечнем самого необходимого можно в социальных сетях фонда. Спальные мешки, коврики, сапоги, пенка, потому что сейчас дожди там идут, чтобы ноги были сухие, в окопах люди будут. Дальше тенты, которые нужно оттягивать, генераторы, бензодизельные генераторы, палатки нужны. По словам активистов, кировчане активно участвуют в благотворительной акции. Предприниматели перечисляют деньги, родственники резервистов передают посылки, дети несут сладости. Даже бабушки стремятся согреть наших бойцов. Теплые носочки, теплые какие-то вещи. Они надеются, что это пригодится и поможет. Конечно же, сердце у них тоже болит. Очень часто приносят письма или какие-то записки такие милые, как, например, «Храни вас Бог» от Елькина Олега. В пользу фонда за неделю перечислено около 35 миллионов рублей. На эти деньги организаторы закупают радиостанции, квадрокоптеры и другое оборудование. Все расчеты координируют в областном правительстве. Помочь мобилизованным землякам и перечислить деньги может каждый неравнодушный по QR-коду, который вы видите на экране. Первая машина с собранными вещами и закупленной техникой отправится в город Вольск уже в ближайшие дни. Ольга Мартынова, Никита Луковников, Бюро новостей «Давича». 7 рублей за литр – это сумма акциза, которую с января будущего года придется платить производителям сладкой газировки, в том числе и некоторых видов кваса. Проект поправок в налоговый кодекс на днях был внесен в Госдуму. Облагаться налогом будут напитки с содержанием сахара свыше 5 граммов на 100 миллилитров. Изменения вызвали неоднозначную реакцию производителей газировки. Одни высказались категорически против, другие поддержали проект. Ульяна Издакова выслушала аргументы обеих сторон. Ульяна, а ты пьешь газировку? Лена, буду с тобой честна, иногда балуюсь, но без фанатизма. А вот тех, кто привык пить газировку постоянно, я думаю, новость об акцизах огорчит, потому что их введение автоматически означает увеличение стоимости продукта. Против проекта высказались и в Союзе напитки. А они почему против? Почему они против? Организации считают, что большой суммой бюджет из-за введения этого налога не пополнится, потому что доля безалкогольных напитков составляет всего 1,5% от общего числа потребления сахара в нашей стране. Мало того, производители понесут значительные убытки, заявили в Союз напитках. Объем продаж и годовая прибыль снизится, сократятся также инвестиции в основной капитал и объемы производств. Все это в итоге приведет к сокращению рабочих мест. Кроме того, эксперты напомнили, что правительство обещало не двигать вопрос акцизов до стабилизации экономической ситуации. В настоящий момент, с учетом текущей ситуации о стабилизации экономического положения, производителей безалкогольных напитков говорить не приходится. Но не все производители безалкогольных напитков высказались против. Наш вятский небезызвестный производитель голосует всеми руками и ногами за. Кто покупает газировку? В основном дети. Они не понимают вреда, им просто нравится вкус, объяснил представитель завода. Такими мерами мы ограничим потребление. За свою продукцию вятский производитель не переживает. Что касается лимонадов, то их доля на общем рынке небольшая. А содержание сахара в квасе минимальное. Также используется сахароза, намного более полезная. Это все же движение в отношении какого-то урегулирования, какой-то экологии с продуктами. У нас на самом деле положение с продуктами питания аховое, потому что у нас толком не действует не антимонопольное законодательство. И толком у нас не мониторится качество того, что люди покупают. А естественно и второй момент, наш потребитель не читает этикетку. Ульяна, ты в начале беседы говорила о том, что благодаря акцизу пополнится бюджет. А на сколько? В прессе шла речь о 35 миллиардах рублей. Кстати, эти деньги планируют потратить на борьбу с сахарным диабетом. Врач-нутрициолог Иван Рясик такой подход к делу полностью одобряет. Введение акцизы абсолютно справедливо. Постоянное употребление газировки способствует повышению уровня холестерина, артериального давления и развитию диабета. Сладкая газировка – это удар по поджелудочной железе, объясняет свою позицию эксперт. Сахара в подобных напитках очень много. Мало того, этот сахар относится к быстрым углеводам. Он мгновенно попадает в кровь, а затем в поджелудочную и приводит к резкой выработке инсулина. Не стоит пить лимонады и тем, кто хочет похудеть. У некоторых людей со склонностью к инсулинорезистентности и к набору веса у них даже один такой напиток, который включен в рацион несколько раз в неделю, может предрасполагать к набору веса и к увеличению риска сахарного диабета. Помимо этого, целый ряд людей в ответ на повышение уровня инсулина будут реагировать не только, например, склонностью к набору веса, но и склонностью к повышению артериального давления. Ну, мнение врача, да, оно в принципе было предсказуемо. Он же все-таки врач, но я решила пойти дальше и узнать у кировчан, насколько сладкие газированные напитки у наших горожан популярны. Специально подходило и к юным, к подросткам, к студентам, и к пожилым, и к обычным среднего возраста гражданам. Давай послушаем, что сказали кировчане. Так особо не пью. Тут очень редко бывает, что я могу газировку пить. Мне не нравится просто. Но лучше что-нибудь другое себе возьму. В детстве пила и очень даже нравилось. Вкус-то у другой. Сейчас напитки более химические. Говорят, что она вредная и сами газы. Ну, не нравится именно газировка сама. Нет. Почему? Невкусно. Мне нравится кока-колу, потому что это вкусно. Нет. Это как-то плохо на желудке отряжается. Да, иногда. Тархон, он освежает немножко так, ну, приятно. Бодрит, наверное, даже. А лимонад, не знаю, просто лимонный нравится. И возвращаясь к Союзу напитков. Сейчас они направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть решение о введении акцизов. Посмотрим, услышат ли их. Спасибо. Интересно, что сахар есть не только в сладких газированных напитках. Спасибо, Ульяна. Продолжаю. Жители области задолжали за коммунальные услуги больше полутора миллиардов рублей. Такие данные привели в Кировстате. Большая часть долгов приходится на жителей областного центра. Эксперты подсчитали, из всех неплательщиков по региону 78% именно кировчане. При этом статисты выяснили, по сравнению с прошлым годом, долг все-таки уменьшился. По данным Кировстата, на конец июня 2022 года задолженность населения за услуги ЖКХ организациям-исполнителям коммунальных услуг составляла 1 миллиард 610 миллионов рублей. На конец июня прошлого года задолженность была чуть больше и составляла 1 миллиард 663 миллиона рублей. Это внушительная сумма долга для такого небольшого региона, высказался эксперт финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Логика неплательщиков в том, что за период пандемии многие привыкли к тому, что пени не начисляют. Кроме того, люди не спешат оплачивать квитанции, потому что недовольны качеством услуг. Также имеют значение доходы людей. Стоит отметить, что в общую статистику не включены данные по капитальному ремонту. Известно, что за первое полугодие собственникам квартир за капремонт был начислен 881 миллион рублей. Сколько из этой суммы собственники не оплатили, этой информации у Кировстата нет. Каждого третьего жителя Кировской области раздражают соседи. Что выводит людей из себя, об этом не только во второй части выпуска. Не переключайтесь. Это «Давича», и мы продолжаем. Спорткомплекс «Вересники» вновь закрыт на капитальный ремонт. По предварительным данным, на шесть месяцев такое решение принял собственник манежа для легкой атлетики. Об этом сообщил зам предрегионального правительства Андрей Маури. На время капремонта в спорткомплексе приостановят занятия. Тренировки перенесут на другие площадки, в том числе в манеж комплекса «Прометей» и в лесопромышленный колледж. Информацию о том, где именно будут проходить занятия, можно узнать у тренера. А вот пловцам менять адрес тренировок не придется. Занятия в бассейне в спорткомплексе «Вересники» продолжатся по расписанию. Напомню, после длительного ремонта части обрушившейся крыши в апреле 2021 года спорткомплекс проработал только полгода. Большинство кировчан живут с соседями мирно. Это выяснилось в ходе очередного исследования. Его провели аналитики сервиса по поиску работы. Оказалось, что 42% кировчан, которые живут в многоквартирных домах, дружат со своими соседями. А вот каждого третьего жителя областного центра соседи раздражают. Главный раздражающий фактор в многоквартирном доме – это шум. На втором месте – курение в подъезде, на третьем – мусор. Неудобство создает и ремонт в квартирах. Впрочем, тех, кто готов выйти на тропу войны с соседями – меньшинство. Семь из десяти кировчан никак не борются с такими личностями. Те же, чьи соседи перешли уже все рамки приличия, чаще всего стараются действовать через общение или привлекают к конфликту ЖЭК. Сегодня мы вышли на улицы города и спросили кировчан, а чем их раздражают соседи. Матом. Не теряться? Да. Очень часто? На ребенка. Я не знаю, ребенка как зовут, я слышу только урод и дебил. Нет, все хорошо. На удивление, кто хорошо. Что это за элитный дом? Почему элитный? Я в Кирово-Чемпионске живу, все хорошо. По будням, в шесть сестра. Ну, конечно же, сверлят. А в основном претензий, конечно, мы не имеем к ним. Разбираетесь ли ходите с ними? Нет, конечно. Что с ними сделать? В шесть утра. Ну, так я же тоже музыкант. Око за око. Так-то ничем не бесит. Ну, бывают там, конечно, вот какие-то... Ну, так, на молодежном языке траблы с ними, там вот что-то могут сказать не то. Ну, не понимаю так. Молодежи бывает, вот. А так, в принципе, ничего. Ну, вот, конечно, стройка, но я это понимаю, там, бывает. Ну, надо построить, надо отремонтировать квартиру и все дела. Документы нет. Живем мирно, дружно, песни поем. Мы живем в сельской местности, так что нас не слышно. Ну, например, у нас, как это сказать, тонкий пол сделали они. Ну, сразу положили на цемент и слышали нас колоссальное. Соседи классно очень. Нравится. Вообще не бесит, только я их обещал. А почему? Ну, аккордеонист. Да. Музыка получается? Да. Краски, игрушки и книги. Этого мало. Дети в детском саду должны не просто есть, гулять и спать, но и развиваться. И тоже играя. Юные инженеры и исследователи теперь будут воспитываться в Кирово-Чепецке. Там в детских садах открыли две уникальные группы. Подробности далее. Что за прелесть эти первые утренники в детском саду? Не просто осенний праздник. Лучше этим ребятам подарили новую группу. Группа «Лебознайки» номер 20, которую мы сегодня открываем, капитально отремонтирована, оснащена и оборудована по всем современным требованиям. И мне хочется сказать слова благодарности компании «Уралхим». Приобретенное оборудование, стрем-оборудование, легко и непринужденно поможет нашим малышам открыть двери в удивительный мир исследований и познания. Все готовы сделать для нас. Ну, не вазали, но это все хватит. Очень красивый шкаф. Во-первых, сам цвет уникальный. Он сочный, нарядный, яркий. А еще здесь есть современный сушильный шкаф. И это только начало. Растущие вместе с детьми столы и стулья. Развивающие игрушки. Множество конструкторов, проектор, новый санузел. Даже вода сразу теплая идет. Группа замечательная. Прям видно, что она красивая, функциональная. Я думаю, что для детишек здесь будет очень интересно проводить время. Новшество есть и на улице. Здесь ребят ждет яркая новая оборудованная площадка. Все это стало возможным благодаря социальной программе «Уралхим детям». С 2010 года силами компании в детских садах города открыто 25 корпоративных групп. На это ушло больше 50 миллионов рублей. В этом году мы открыли две группы с направлением стем-образования наших детишек. Для того, чтобы действительно продолжить замечательную традицию. Я желаю ребяткам, чтобы они все-все посмотрели. Будет очень здорово, много всего интересного. Чтобы родители были спокойны, что действительно их детям будет не только светло и уютно в этих группах, но они еще многому-многому научатся. Что такое стем-образование? Это оборудование и игры, направленные на развитие инженерного мышления. Например, робомышь. Восторг для детей и взрослых. Чтобы добраться до любого квадратика, мы должны понять, сколько шагов должна мышь сделать. Вперед, влево, вправо. Итак, программируем. Шаг вперед, поворот. И снова два шага. Раз, два. В общем, оборудование такое и игры такие, что придя из садика, детям будет чему взрослых научить. В частности, робототехники точно они будут обучать. Поэтому я благодарю компанию «Уралхим» за многолетнее сотрудничество, за продолжение и развитие, всегда идущих на шаг впереди в развитии образования. И надеюсь, что это сотрудничество будет продолжаться и впоследствии. Вперед, в новый мир отсюда идти. У папы мам Чепецка теперь одна проблема. Как из таких групп ребенка домой вечером забрать? Елена Чехомова, Александр Нестеров, Бюро новостей Дайвча. Как вырабатывается тепло? Почему на сетях бывают аварии? Как снять показания счетчиков? Об этом и многом другом кировчане смогут узнать, посетив мультимедийный центр теплоэнергетики. Передвижной музей открылся на Театральной площади. В нем представлено 13 зон. Ульяна Издакова прогулялась по каждой и готова поделиться впечатлениями. Мы открываем наш мультимедийный центр. Мультимедийный центр теплоэнергетики в Кирове открыл свои двери. Одними из первых гостей мобильного музея стали зампредправительства области. Алексей Жердев и директор кировского филиала Т-Плюс Сергей Береснев. Посетить выставку будет интересно и взрослым, и детям, отметил зампред. Маршрут построен таким образом, чтобы проследить всю цепочку. От того, как зарождается тепло и как ресурс поступает к жильцам в квартире. В тот момент, когда в игровой форме можно рассказать и о том, как тепло производится, и как оно поступает в наши дома. Учительные вопросы безопасности. Ну и, конечно, есть истечка создания теплосетей Кировской области, что немаловажно. Дети и взрослые будут знать, за что они получают платежки у себя в квартирах. Проект уникален еще и тем, что помогает понять, как важно беречь тепло и соблюдать правила безопасности. А кому-то выставка, возможно, поможет и с выбором будущей профессии. Если мы спасем чье-то здоровье, это будет достижение результата этого музея. Если кто-то заинтересуется энергетикой и придет в политехнический университет, это будет достижением результата этого музея. Если кто-то с университета придет в нашу компанию, это также будет достижением результата. Исследовать каждую из 13 зон с интерактивными экранами, игровыми модулями и панорамным кинотеатром смогут все желающие. Причем абсолютно бесплатно. Погрузиться в виртуальную реальность мира тепловой энергии можно до 13 октября. До свидания. До свидания.